Здравствуйте ребята! 11 января, сегодня холодно, температура ноль, вот может даже чуть-чуть плюс один, но вообще ноль. Ну что ж, сегодня у нас тема такая, путешествие внутри Соединенных Штатов по воздуху самолетам, внутри страны, то есть по Соединенным Штатам Америки. Значит я недавно где-то на ютубе видел один ролик, в котором было сделано предположение, что раз с правами пустили лететь на самолете, то наверное с украинскими правами, российскими, белорусскими тоже пустят. Нет товарищей, это не так, значит если вы, если у вас нету прав американских, то вас не пустят в самолет, даже если вы летите там, ну допустим нам банально там из Нью-Йорка в Вашингтон, в Сиэтл, ну куда угодно. Короче если вы летите внутри страны, вас не пустят, с вас попросят паспорт. Если у вас есть американские права любого штата, там они все сделаны под стандарту, ну там кстати кое-какой скандальчик есть с тремя штатами, возможно жителям этих трех штатов скоро запретят летать с правами, а заставят какой-то другой документ показывать. Но это другая тема разговора, то есть пока это только разговоры, потому что вроде те три штата так и не послушались, федеральное правительство, что-то связанное именно так, со стандартами, в которых должны быть исполнены водительские права. Но этого может быть и не будет, это так, какие-то разговоры, какие-то угрозы там сейчас пошли от TSA, в общем это еще не суть до дела. Пока еще только виллы не по воде и неизвестно, скорее всего это может быть ничего и не будет. Но фактически на сегодняшний день, во всяком случае, права водительские из любого из 50 штатов страны спокойно можно использовать для поездок, для именно перелетов внутри страны. Кстати, включая и Пуэрто-Рико как территорию, ну и наверное US Virgin Islands тоже, то есть включая территории тоже американские. А если вот у вас нету прав американских, то не думайте, что с правами там, с российскими правами вас пустят в самолет. Нет, господа, в самолет вас не пустят. И мы проделали с моим другом, россиянином, эксперимент. Значит, я ему все говорил, он все паспорт показывал. Я говорю, покажи только права, не показывай паспорт, вы посмотрите, что будет, значит. Ну вот, значит, мы летели, это было еще год назад уже больше, мы летели из Лас-Вегаса в Нью-Йорк. И, значит, он показал им только права. Они так на него посмотрели, это что такое, типа, паспорт есть, давай паспорт. И все, он показал паспорт и все, его пропустили. То есть, права иностранные, там, где какой-то непонятный формат, непринимаемый службой TSA, его не примут как удостоверение личности. Так что, вот, в общем-то, в этом вся фишка. Но я хотел именно подтвердить фактами, что внутри с правами только с американскими можно летать. И вроде с некоторыми канадскими они там должны быть тоже немножко специальные. Но никак не с российскими, не украинскими там. Поэтому, господа, если вы тем более турист, то не забудьте взять с собой паспорт. Даже если вы возвращаетесь там, не знаю, остановились, допустим, в Нью-Йорке у друзей и просто хотите слетать куда-то. Нет, нет, нет. Ваш паспорт должен быть у вас всегда с собой. Что же касается детей, ну, как минимум, вообще, по идее, до 18 лет, но до 14 лет вообще у детей ничего не спрашивают. Если они выглядят как бы старше 14-ти, то у вас должны спросить хоть какой-то документ, может, свидетельство о рождении, которая показывает, что ребенок еще, ну, ребенок, ну, в общем, человек еще младше 18-ти лет. Потому что до 18-ти лет не требуется никаких документов для перелетов самолетами внутри страны. Опять же, внутри страны. Если вы летите за границу, даже у младенцев одного месяца родом, и то уже есть паспорт. Из паспорта никак нельзя. Так, этот перестраиваться решил. Ну, давай, перестраиваюсь. А я сюда. Вот, кстати, я ему сейчас помигал фарами. Он же сначала очканул, так, думаю, ну, я еду. Я ему помигал фарами, и он тогда начал, снова начал перестраиваться. А до этого, ну, вы видели, наверное, на камере. То есть он начал, а потом как бы обратно ринулся, увидев меня. Кстати, молодец, мужик. То есть не стал мне просто вот так вот передо мной вылезать. Ну, и я его пропустил. Пускай едет, мне не жалко. Так что вот так вот. То есть нет никаких вот этих вот сигналов таких вот именно аварийкой благодарности. Но я знаю, что он, в общем-то, в душе мне благодарен. Вот я и не жду каких-то там сигналов или махания рукой. И знаете, это нормально. То есть мне кажется, что вот это вот говорить спасибо аварийкой, вы уж не обижайтесь, но это немножечко исходит вот из таких как бы вещей, что может быть хамства раньше очень много было. И когда ты кого-то пропустил, это прям, ой, мужик, спасибо большое. Мол, вот хоть кто-то попался, а то все козлы вокруг. Ну, я не знаю, мне так кажется. Оттого и вот такая вот типа традиция. Потому что я не видел такого ни в Европе, ни в Канаде, либо там Мексике. Ну, я нигде, честно говоря, такого не видел, кроме России. Ну, насчет Узбекистана я просто не помню. Может быть, там тоже такое есть. Но, в общем, кроме бывшего Советского Союза, во всяком случае, я что-то такого не замечал. А ездил я по Германии, по Франции, по Швейцарии. Ну, не замечал я такого, что кто-то что-то. Хотя я бывало там пропускал кого-то. Но я даже не ждал, потому что на самом деле я и не привык к такому. А здесь, вот, если кто, особенно туристом, хочет приехать в Америку, и там вы едете на машине, я настоятельно вам советую не пользоваться аварийкой. Потому что аварийка, как уже было в другом ролике, аварийка – это сигнал бедствия. Здесь это не воспримут как спасибо. Здесь это воспримут в лучшем случае, как у меня что-то сломалось. Там осторожно, держитесь от меня подальше. Или еще, может быть, в более экстремальном случае воспримут то, что впереди какая-то опасность. Поэтому ты мигаешь. Здесь принято, кстати, мигать аварийкой, когда впереди начинают резко останавливаться. Ну и очень-очень в некоторых случаях говорят, когда ты помигал аварийкой перед кем-то, это значит, мол, давай драться. Но, честно говоря, я ни разу не видел, чтобы вот так, после того, как кто-то так помигал. Я на самом деле не видел, чтобы особо кто-то и мигал. Ну, в таких случаях. Мигали, когда впереди пробка очень сильная, резко тормозят. Да, тогда машины мигали. И я тоже так стал делать тоже, уже не знаю, на протяжении многих лет. Ну вот, мы перешли с самолетов на машины, на мигалки. Ну, это, в общем-то, та часть, которую я хотел сказать в прошлом ролике. И как-то что-то не успел это рассказать. Ну, вот и досказал заодно. А, ну да, насчет детей я говорил. Детям, если вообще до 14 лет, то есть конкретно маленьким детям, вообще не нужно никакого удостоверения личности. Нужно просто лететь с родителями и все. Вот такой вот закон на путешествие, самолетное путешествие. То есть детям вообще ничего, никаких документов не надо. И причем это не зависит от статуса, потому что их статус же никто не проверяет. Ну, статус в стране, то есть даже дети туристов. Ну, на самом деле, все равно, если у вас есть с собой документы, и если вам не в лом их тащить, лучше все-таки с собой, конечно, документы все иметь. Потому что, мало ли что, во-первых, правила могут поменяться. Во-вторых, ну, черт его знает. Еще скажут, ой, большой ребенок, сильно как-то высокий. Ну, покажите, есть у вас хоть что-нибудь. А вот если нету, то, сами понимаете, надо будет, может быть, кого-то там уговаривать. Да нет, да вы что. Ну, в общем, короче, лучше всегда при себе, конечно, бумажку иметь какую-то. Ну, а если дети совсем маленькие, то, конечно, никаких бумажек не нужно. Ну, тогда только родители с паспортом, либо американскими правами. Ну, еще раз подчеркиваю, именно американскими. Поэтому, на этом, господа, я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Следите за новыми роликами. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok